И что ж, все эти мечты рушились на другое же утро. Как нестарательно утаптывали глуповцы вновь созданную плотину, как не охраняли они ее неприкосновенность в течение целой ночи, измена уже успела проникнуть в их ряды. Едва успев продрать глаза, Угрюм Бурчеев тотчас же поспешил полюбоваться на произведение своего гения, но, приближившись к реке, встал как вкопанный. Произошел новый бред. Луга обнажились. Остатки монументальной плотины в беспорядке уплывали вниз по течению, а река журчала и двигалась в своих берегах точь-в-точь, как за день тому назад. Некоторое время Угрюм Бурчеев безмолвствовал. С каким-то странным любопытством следил он, как волна плывет за волною. Сперва одна, потом другая, и еще, и еще. И все это куда-то стремится, и где-то должно быть исчезает. Вдруг он пронзительно замычал и порывисто повернулся на каблуке. «Направо, кругом за мной!» — раздалась команда. Он решился. Река не захотела уйти от него. Он уйдет от нее. Место, на котором стоял Старый Глупов, опостылило ему. Там не повинуются стихии. Там овраги и буераки на каждом шагу преграждают стремительный бег. Там воочию совершаются волшебства, о которых не говорится ни в регламентах, ни в сепаратных предписаниях начальства. Надо бежать. Скорым шагом удалялся он прочь от города, а за ним, понурив головы и едва поспевая, следовали обыватели. Наконец, к вечеру, он пришел. Пред глазами его расстилалась совершенно ровная низина, на поверхности которой не замечалось ни одного бугорка, ни одной впадины. Куда не обратив зоры, везде гладь, везде ровная скатерть, по которой можно шагать до бесконечности. Это был тоже бред, но бред, точь в точь совпадавший с тем бредом, который гнездился в его голове. Здесь крикнул он ровным, беззвучным голосом. Строился новый город на новом месте, но одновременно с ним выползало на свет что-то иное, чему еще не было в то время придумано название, и что лишь в позднейшее время сделалось известным под довольно определенным названием дурных страстей и неблагонадежных элементов. Неправильно было бы, впрочем, полагать, что это иное появилось тогда в первый раз. Нет, оно уже имело свою историю. Еще во времена Бородавкина летописец упоминает о некотором Йонке Козыре, который после продолжительных странствий по теплым морям и кисельным берегам возвратился в родной город и привез с собой собственного сочинения книгу под названием «Письма к другу о во дворении на земле Довродетели». Но, так как биография этого Йонки составляет драгоценный материал для истории русского либерализма, то читатель, конечно, не посетует, если она будет рассказана здесь с некоторыми подробностями. Отец Йонки, Семен Козырь, был простой мусорщик, который, воспользовавшись смутными временами, нажил себе значительное состояние. В краткий период безначалия, смотри сказания о шести градоначальницах, когда в течение семи дней шесть градоначальниц вырывали друг у друга, кормило правление, он с изумительную для глуповца ловкостью перебегал от одной партии к другой. Причем так искусно заметал следы свои, что законная власть ни на минуту не сомневалась, что Козырь всегда оставался лучшую и солиднейшую поддержкой ее. Пользуясь этим ослеплением, он сначала продовольствовал войска Ираитки, потом войска Клементинки, Амальки, Нельки и, наконец, кормил крестьянскими лакомствами Дуньку Толстопятую и Матренку Ноздрю. За все это он получал деньги по справочным ценам, которые сам же сочинял. А так как для Мальки, Нельки и прочих время было горячее и читать деньги некогда, то расчеты кончались тем, что он запускал руку в мешок и таскал оттуда пригоршнями. Ни помощник градоначальника, ни неустрашимый штаб-офицер, никто ничего не знал об интригах Козыря. Так что, когда приехал в Глупов подлинный градоначальник, Двоикуров, и началась разборка онного нелепого и смеха достойного глуповского смятения, то за Семеном Козырем не только не было найдено ни малейшей вины, но напротив того. Оказалось, что это подлинно достойнейший и благоспешительнейший к подавлению революции гражданин. Двоикурову Семен Козырь полюбился по многим причинам. Во-первых, за то, что жена Козыря, Анна, пекла превосходнейшие пироги. Во-вторых, за то, что Семен, сочувствуя просветительным подвигам градоначальника, выстроил в Глупове пивоваренный завод и пожертвовал 100 рублей для основания в городе академии. В-третьих, наконец, за то, что Козырь не только не забывал ни Симеона Богоприимца, ни Гликерии Девы, дней-то за именинство градоначальника и супруги его, но даже праздновал их дважды в год. Долго памятен был указ, которым Двоикуров возвещал обывателям об открытии пивоваренного завода и разъяснял вред водке и пользу пива. Водка, говорилось в том указе, не токма не вселяет веселонравия, как многие полагают, но при довольном употреблении даже отклоняет от оного и порождает страсть к убивству. Пиво же можно кушать сколько угодно и без всякой опасности, ибо он ее не печальные мысли внушает, а токма добрые и веселые. А потому советуем и приказываем водку кушать только перед обедом, но и то из малой рюмки. В прочее же время безопасно кушать пиво, которое ныне в весьма превосходном качестве и не весьма дорогих цен из заводов первой гильдии купца Семена Козыря отпущается. Последствия этого указа были для Козыря бесчисленны. В короткое время он до того процвел, что начал уже находить, что в Глупове ему тесно. А нужно де мне, Козырю, в скорости в Петербурге быть, а там и ко двору явиться. Во время градоначальствования Фьердыщенки Козырю посчислилось еще больше. Благодаря влиянию Емчичихи и Аленки, которая приходилась ему внучата с сестрой. В начале 1766 года он угадал голод и стал заблаговременно скупать хлеб. По его наущению Фьердыщенко поставил у всех застав полицейских, которые останавливали вазы с хлебом и гнали их прямо на двор к скупщику. Там Козырь объявлял, что платит за хлеб под акции, и ежели между продавцами возникали сомнения, то недоумевающих отправлял в часть. Но как пришло это баснословное богатство, так оно и улетучилось. Во-первых, Козырь не поладил с домашкой стрельчихой, которая заняла место Аленке. Во-вторых, побывав в Петербурге, Козырь стал хвастаться, князя Орлова звал Гришей, а о Мамонове и Ермолове говорил, что они умом коротки. Что он, Козырь, много им насчет национальной политики толковал, да мало они поняли. В одно прекрасное утро, нежданно-негаданно, призвал Фердыщенко Козыря и повел к нему такую речь. — Правда ли, — говорил он, — что ты, Семен, светлейшего римской империи князя Григория Григорьевича Орлова, гришкой увеличал и, ходючий по кабакам, перед всякого звания людьми, за приятеля себе выдавал? — Козырь замялся. — И на то у меня свидетели есть, — продолжал Фердыщенко таким тоном, который не дозволял усомниться, что он подлинно знает, что говорит. Козырь побледнел. — И я тот твой бездельный поступок по благодушию своему прощаю, — вновь начал Фердыщенко. — А которое ты имение награбил, и то имение твое отписываю я. — На себя. — Ступай и молись Богу. И точно. В тот же день отписал бригадир на себя Козыреву движимость и недвижимость, подарив, однако, виновному хижину на краю города, чтобы было где душу спасти и себя прокормить. Больной, озлобленный, всеми забытый, доживал козырь свой век и на закате дней вдруг почувствовал прилив дурных страстей и неблагонадежных элементов. Стал проповедовать, что собственность есть мечтание, что только нищие допостники взойдут в царстве небесное, а богатые дображники будут лизать раскаленные сковороды и кипеть в смоле. Причем, обращаясь к Фердыщенке, тогда было на этот счет просто, грабили, но правду выслушивали благодушно, прибавлял. Вот и ты, чертов угодник, в аду с братцем своим сатаной калеными угольнями трапезовать станешь. А я, Семен, тем временем на лоне Авраамлем почивать буду. Таков был первый глуповский демагог. Ионы козыря не было в Глупове, когда отца его постигла страшная катастрофа. Когда он возвратился домой, все ждали, что поступок Фердыщенке приведет его по малой мере в негодование. Но он выслушал дурную весть спокойно, не выразив ни огорчения, ни даже удивления. Это была довольно развитая, но совершенно мечтательная натура, которая вполне безучастно относилась к существующему факту. И эту безучастность восполняла большую дозу и утопизма. В голове его мелькал какой-то рай, в котором живут добродетельные люди, делают добродетельные дела и достигают добродетельных результатов. Но все это именно только мелькало, не укладываясь в определенные формы и не идя далее простых и не вполне ясных афоризмов. Самая книга о водворении на земле добродетели была не что иное, как свод подобных афоризмов, не указывающих и даже не имевших целью указать на какие-либо практические применения. Ионе приятно было сознавать себя добродетелем, а, конечно, еще было бы приятнее, если бы и другие тоже сознавали себя добродетельными. Это была потребность его мягкой, мечтательной натуры. Это же обусловливало для него и потребность пропаганды. Сожительство добродетельных с добродетельными, отсутствие зависти, огорчений и забот, кроткая беседа, тишина и умеренность – вот идеалы, которые он проповедовал, ничего не зная о способах их осуществления. Несмотря на свою расплывчивость, учение Козыря приобрело, однако ж, столько празелитов в Глупове, что городоначальник Бородавкин счел не лишним, а беспокоиться и этим. Сначала он вытребовал к себе книгу о во дворении на земле добродетели и освидетельствовал ее. Потом вытребовал и самого автора для освидетельствования. «Чел я твою Йонкину книгу», – сказал он, – «и от многих написанных в ней злодейств был приведен в омерзение». Йонка казался изумленным. Бородавкин продолжал. «Мнишь ты всех людей добродетельными сделать, а про то забыл, что добродетель не от тебя, а от Бога, и от Бога же всякому человеку пристойное место указано». Йонка изумлялся все больше и больше этому приступу и не столько со страхом, сколько с любопытством ожидал, каким Бородавкин придет выводом. «Ежели есть на свете клеветники, тати, злодеи и душегубцы, о чем и в указах неотступно публикуется», – продолжал городоначальник, – «то с чего же тебе, Йонке, на ум взбрело, чтобы им не быть? И кто тебе такую власть дал, чтобы всех людей от природных их званий отставить и за уряд с добродетельными людьми в некоторое смехо достойное место, тобой раем придерзостно именуемое, включить?» Йонка разинул было рот для некоторых разъяснений, но Бородавкин прервал его. «Погоди. Ежели все люди в раю, в песнях и плясках время препровождать будут, то кто же, по-твоему, Йонкину разумению, землю пахать станет? И вспахавши сеять, а посеявши жать. И собравши плоды, он ими господ дворян и прочих чинов людей довольствовать и питать. Опять разинул рот Йонка, и опять Бородавкин удержал его порыв. «Погоди. И за те твои бессовестные речи судил я тебя, Йонку, судом скорым. И присудил тако. Книгу твою, и задрав, растоптать». Говоря это, Бородавкин и задрал, и растоптал. «С тобой же самим, яка с растлителем добрых нравов, по предварительной отдаче на поругание, поступить, как мне, градоначальнику, за благорассудец». Таким образом, Йоной Козырем, начался мартиролог глуповского либерализма. Разговор этот происходил утром, в праздничный день. А в полдень вывели Йонку на базар, и, дабы сделать вид его более омерзительным, надели на него сарафан. Так как в числе последователей Козырева учения было много женщин. А на груди привесили дощечку с надписью «Бабник и прелюбодей». В довершение всего, квартальные приглашали торговых людей плевать на преступника. Что и исполнялось. К вечеру Йонки не стало. Таков был первый дебют глуповского либерализма. Несмотря, однако ж, на неудачу, дурные страсти не умерли, а образовали традицию, которая переходила преемственно из поколения в поколение и при всех последующих градоначальниках. К сожалению, летописцы не предвидели страшного распространения этого зла в будущем. А потому, не обращая должного внимания на происходившие перед ними факты, заносили их в свои тетрадки с прискорбную краткостью. Так, например, при негодяеве упоминается в некоем дворянском сыне Ивашке Фарафонтьеве, который был посажен на цепь за то, что говорил хульные слова. А слова те в том состояли, что всем, где людям в еде равная потреба настоит. И кто де ест много, пускай делится с тем, кто ест мало. И, сидя на цепи, Ивашка умре, прибавляет летописец. Другой пример случился при Миколадзе, который, хотя был сам либерал, но по страстности своей натуры, а также по новости дела, не всегда мог воздерживаться от заушений. Во время его управления городом 33 философа были рассеяны по лицу земли за то, что нелепым обычаем говорили, «Трудящийся доест, не трудящийся же довкусит от плодов безделия своего». Третий пример был Беневоленском, когда был подвергнут распростным речам дворянский сын Алешка Беспятов за то, что в укор градоначальнику, любившему заниматься законодательством, утверждал, «Худы де законы, кои писать надо, а те законы исправны, кои и без письма в естестве у каждого человека нерукотворно написаны. И он тоже от распростных речей да с испугу и с боли умре». После Беспятова либеральный мартировок временно прекратился. Прыщ и Иванов были глупы. Дюшериожа был и глуп, и, кроме того, сам заражен либерализмом. Грустилов в первую половину своего градоначальствования не только не препятствовал, но даже покровительствовал либерализму, потому что смешивал его с вольным обращением, к которому от природы имел непреодолимую склонность. Только впоследствии, когда блаженный Парамоша и еродивенькая Аксинюшка взяли в руки бразды правления, либеральный мартировок вновь воспринял начало в лице учителя каллиграфии Линкина, доктрина которого, как известно, состояла в том, что все мы, человеки, что скоты, все помрем и все к чертовой матери пойдем. Вместе с Линкиным чуть было не попались в просаг два знаменитейшие философа того времени – Фунич и Мерзицкий. Но вовремя спохватились и начали вместе с Грустиловым присутствовать при восхищениях. Поворот Грустилова дал либерализму новое направление, которое можно назвать центробежно-центростремительно неисповедимо за виральным. Но это был все-таки либерализм, а потому и он успеха иметь не мог, ибо уже наступила минута, когда либерализма не требовалось вовсе. Не требовалось совсем, ни под каким видом, ни в каких формах, ни даже в форме нелепости, ни даже в форме восхищения начальством. Восхищение начальством. Что значит восхищение начальством? Это значит такое он им восхищение, которое в то же время допускает и возможность он им невосхищения. А отсюда до революции один шаг. Со вступлением в должность градоначальника Гурюмбурчеева либерализм в Глупове прекратился вовсе. А потому и мартиролог не возобновлялся. Будучи выше меры, обременены телесными упражнениями, говорит летописец. Глуповцы с устатку ни о чем больше не мыслили, кроме как о выпрямлении сагбинных работой телес своих. Таким образом продолжалось все время, покуда у Гурюмбурчеев разрушал старый город и боролся с рекой. Но по мере того, как новый город приходил к концу, телесные упражнения сокращались, а вместе с досугом из-под пепла возникало и пламя измены. Дело в том, что по окончательном устройстве города последовал целый ряд празднеств. Во-первых, назначен был праздник по случаю переименования города из Глупова в Непреклонск. Во-вторых, последовал праздник воспоминания побед, одержанных бывшими градоначальниками над обывателями. И в-третьих, по случаю наступления осеннего времени, сам собой подошел праздник придержащих властей. Хотя по первоначальному проекту у Гурюмбурчеева праздники должны были отличаться от будней только тем, что в эти дни жителям вместо работ предоставлялось заниматься усиленной маршировкой, но на этот раз бдительный градоначальник оплашал. Бессонная ходьба по прямой линии до того сокрушила его железные нервы, что, когда затих в воздухе последний удар топора, он едва успел крикнуть шабаш, как тут же повалился на землю и захрапел, не сделав даже распоряжения о назначении новых шпионов. Изнуренные, обруганные и уничтоженные глуповцы после долгого перерыва в первый раз вздохнули свободно. Они взглянули друг на друга и вдруг устыдились. Они не понимали, что именно произошло вокруг них, но чувствовали, что воздух наполнен сквернословием и что далее дышать в этом воздухе невозможно. Была ли у них история? Были ли в этой истории моменты, когда они имели возможность проявить свою самостоятельность? Ничего они не помнили. Помнили только, что у них были у Русска гушки-льбадиевы, негодяевы, бородавкины и в довершение позора этот ужасный и бесславный прохвост. И все это глушило, грызло и рвало зубами. Груди захлестывало кровью, дыхание занимало, лица судорожно искривляло гневом при воспоминании о бесславном идиоте, который с топором в руке пришел неведомо отколь и с неисповедимой наглостью изрек смертный приговор прошедшему, настоящему и будущему. А он, между тем, неподвижно лежал на самом солнечном припеке и тяжело храпел. Теперь он был у всех на виду. Всякий мог свободно рассмотреть его и убедиться, что это подлинный идиот и ничего более. Когда он разрушал, боролся со стихиями, предавал огню и мечу, еще могло казаться, что в нем олицетворяется что-то громадное, какая-то всепокоряющая сила, которая, независимо от своего содержания, может поражать воображение. Теперь, когда он лежал поверженный и изнеможенный, когда ни на ком не тяготел его исполненный бесстыжества взор, делалось ясным, что это громадное, это всепокоряющее, ничто иное, как идиотство, не нашедшее себе границ. Как не запуганы были умы, но потребность освободить душу от обязанности вникать в таинственный смысл выражения «курицин-сын» была настолько сильна, что изменило и самый взгляд на значение у Гурюмбурчеева. Это был уже значительный шаг вперед в деле преуспеяния неблагонадежных элементов. Прохвост проснулся, но взор его уже не произвел прежнего впечатления. Он раздражал, но не пугал. Убеждение, что это не злодей, а простой идиот, который шагает все прямо и ничего не видит, с каждым днем приобретало все больше и больше авторитет. Но это раздражало еще сильнее. Мысль, что шагание бессрочно, что в идиоте таится какая-то сила, которая цепенит умы, сделалась невыносимою. Никто не задавался предположениями, что идиот может успокоиться или обратиться к лучшим чувствам, и что при таком обороте жизнь сделается возможную и даже, пожалуй, спокойную. Субтитры создавал DimaTorzok